Девятого мая Ангарский городской округ поблагодарил ветеранов за великую победу, которую они завоевали в далеком 1945 году. Из-за пандемии коронавируса не было праздничного парада и шествия бессмертного полка. Торжества отложены, но душевный подъем и чувство единения народа сохранились. Меня зовут Елена Мильвет и это программа «В центре внимания». Во всех районах Ангарска и в современных жилищных комплексах и в хрущевках и в частном секторе и в строгих сталинках повсюду люди выходят на балконы, чтобы душевно и по-добрососедски спеть «Катюшу», «Смуглянку» или «Последний бой». Песня «Катюшу» К ветеранам праздник прибывает на дом. Вынужденная пандемия и новаторство нынешнего года делает этот цветой для каждого россиянина праздник еще более душевным и трогательным. Вы были в далеких времен пионеры. Мы вашу отвагу как флаг пронесем. С праздником Великой Победы! Ура! Белоруссия, Украина, Молдавия, Австрия, Чехословакия. По тяжелым фронтовым дорогам Леонид Семенович Оглоблин прошагал пол Европы. Служил на передовой, подвозил на грузовике снаряды для наступления. Победу встретил под Берлином. За скупыми строчками биографии, за вспоминания полной боли. О том, как сражались до последнего, как погибали товарищи, как ждали дома родные. Мы уже знакомы несколько лет, я не устаю являться энергии, позитив. Вот, наверное, именно люди с таким настроем и могли выиграть эту войну. Ваше поколение удивительное поколение. Это поколение. Это военное поколение. Это люди особого склада, это люди особого характера. Вы видите, что там все делали, сердце оставляли. Ну да, сердце оттуда шли. А сейчас пришли на месте. Все и работает правильно. Эпидемия коронавируса диктовала сдержанное празднование юбилейной даты. Маски, перчатки, социальная дистанция, не позволяющая пожать руки ветеранам и с благодарностью их обнять. Но, несмотря на все меры предосторожности, тональность праздника получилась торжественной. И чтобы убедиться в этом, давайте заглянем в один из дворов 18 микрорайона. Ровно в 12 часов дня горожане присоединились ко всероссийской акции «Окна Победы». Со своих балконов ангарчане вместе спели знаменитые военные песни «Катюша» и «День Победы». Ветеран Великой Отечественной войны Константин Алексеевич Удинов и его жена Устинья Ивановна сегодня принимают поздравления от мэра Ангарского округа Сергея Петрова. Цветы, подарки и слова бесконечной благодарности за то, что подарили возможность жить в мирное время. На ваши плечи, дорогие наши ветераны, выпали нечеловеческие испытания. И вы с честью прошли. И благодаря вашей самоотверженности, вашему мужеству, вашей воле, вашей любви, своей земле, своим семьям, своим близким. Наверное, именно за это люди воюют. Сегодня мы живем спокойно и 75 лет никому не приходит в голову нас протестировать или испытать. Константин Алексеевич Удинов на фронт ушел добровольцем в 1941 году. Воевал на Ленинградском, Балтийском и Втором Белорусском фронтах. Был ранен в ногу. С фронта из Германии вернулся в 1946 году. После войны посвятил себя учительскому делу. Жена Устиня Ивановна – труженик тыла. Почти 55 лет отработала учителем. Ужасы войны Петр Алексеевич Ширяев узнал в 17 лет. В 1943 году его призвали на войну. Служил Петр Алексеевич на Восточном фронте в Стрелковой части. Имеет орден Отечественной войны, второй степени и другие награды за боевые заслуги. Сегодня они с женой вспоминают 9 мая 1945 года. Он был и радостным, и печальным одновременно. Там, знаете, столько было жертв, и он стоял целый год немец там. И вот это. И очень много народу погибло. Спасибо всем большое. Дай Бог вам счастья, здоровья, было получше, чтобы подольше пожили. Будь получше, чтобы все у вас было. Впервые за всю историю города центральная площадь Ангарска остается пустой. Ветераны принимают поздравления у подъезда в своих домов. Творческие коллективы ангарских дворцов культуры разделились на небольшие группы, чтобы соблюсти все условия карантина и максимально обезопасить ветеранов в условиях пандемии коронавируса. Но сегодня поздравления примет каждый, кому страна обязана победой. Сегодня в нашей студии гости. Это начальник отдела по связям с общественностью администрации Ангарского городского округа Татьяна Шерстнева и Надежда Черепанова, директор Центра поддержки общественных инициатив. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в нашей студии. Поговорим сегодня о 9 мая, о том, как прошел этот праздник в Ангарском городском округе на нашей территории. Он прошел, как, собственно, и везде по всей стране, в режиме самоизоляции. В первую очередь это коснулось наших ветеранов Великой Отечественной войны. Тем не менее, думаю, нужно констатировать этот факт, что праздник от этого менее душевным, к счастью, не стал. Чья это была идея присоединиться к акции «Окна Победы»? Она очень так душевно прошла. Здравствуйте, коллеги всех. С великим праздником, с великой победой. Действительно, юбилейная годовщина. Я не скажу, что она была омрачена. Действительно, не было площадных мероприятий, не было традиционного парада. Мы не отправили нескольких фронтовиков в Москву на Парад Победы. Но организовали при этом, мне кажется, очень душевное мероприятие. Эта инициатива принадлежит мэру Сергею Петрову. Сергей Анатольевич выступил с инициативой все-таки дойти до каждого ветерана и поздравить нашего каждого фронтовика. Непосредственно исполнителем этой акции был Центр поддержки общественных инициатив. Все наши коллективы творческие. И это получилась, наверное, даже не акция, это получился проект. Потому что изначально это была акция «Двор, где живет ветеран». Потом мы получили от наших федеральных коллег, областных коллег, некие установки провести, несколько акций. Это агитбригада во двор к ветерану, это окна Победы. У нас получилось нечто среднее, то есть это персональные мероприятия по адресу, где проживают наши фронтовики. Очень надеюсь, что эти мероприятия для Ангарска станут традиционными. Потому что несмотря на то, что мы надеемся, что 76-я годовщина будет у нас в общем формате, но массовые мероприятия, они безусловно останутся. Это будет отдельная история. Но все-таки мы приняли решение, что лучше этого формата дойти до дома, где живет ветеран, наверное, не придумаешь. Поэтому мы обязательно сохраним именно это, потому что все почувствовали сопричастность к празднику, а ветераны получили адресное поздравление. Это главное, собственно говоря, главный смысл праздника. Очень масштабный получился праздник, но, соответственно, наверное, и подготовка была не менее масштабная. Расскажите, Надежда, вот об этом. Как она проводилась? В первую очередь, конечно же, проводилась силами передворительная подготовка. Это Центр поддержки общественных инициатив. Специалисты дошли до каждого ветерана, связались с каждым родственником, выяснили действительно, где проживает ветеран. Нашли возможность подключения творческим коллективам. Творческие коллективы со своей стороны подготовили коротенькие программы, но душевные. То есть это 59 дворов, в которых побывали мы в этом году. Действительно, как Татьяна Александровна сказала уже, наша акция 5-10 дворов до прошлых годов переросла в такую большую масштабную акцию. 10-11-го было приятно слушать отзывы родственников. Они звонили, говорили, наши ветераны, наши дедушки, бабушки, они до сих пор отойти не могут от этой душевности, от того, что к ним приехали во двор и их поздравили. Именно их, это их персональное поздравление было. Здесь отработали, мне кажется, очень хорошо коллеги. Это 13 агитбригад. 13 агитбригад, да. Это 8 наших учреждений. Это школы искусств. Школы искусств, дворцы культуры, энергетик и нефтехимик. Детско-юнишеский центр «Перспектива». И, конечно же, школа искусств поселка Мегет. То есть они все отработали на ура. 13 агитбригад, которые с 10 утра, нонстопом, до 5 вечера ездили по дворам. Большая благодарность, наверное. Большая благодарность всем нашим коллегам, конечно, и Дворцу творчества детей, молодежи, всем нашим муниципальным учреждениям культуры, всем нашим школам искусств. Ветеранам были вручены еще подарки. То есть не только творческие поздравления, но и, скажем так, материальные. Ну да, в этом случае, конечно, к юбилейной дате мы готовились. Это также была инициатива Сергея Анатольевича Петрова. Каждый фронтовик, каждый участник Великой Отечественной войны получил бытовую технику нужную в хозяйстве. Это мультиварки, да, как мы говорили, для того, чтобы всегда были горячие бульоны и горячие каши. Каждый тыловик получил прибор для измерения артериального давления, тоже необходимый в хозяйстве наших ветеранов. 68 у нас осталось живых фронтовиков и 1137 ветеранов всего, с тружениками ТЭЛа. То есть до каждого, естественно, мы донесли ценный подарок от мэра. Часть ветеранов получили подарки от губернатора Иркутской области, временно исполняющего обязанности губернатора Игоря Кобзева. Многие предприниматели откликнулись на призыв. Были проведены ремонтные работы в квартирах ветеранах. И в День Победы несколько предприятий общественного питания накормили вкусным обедом наших ветеранов. Мы закупали продуктовые наборы для наших ветеранов, тоже развозили. И до 9 мая, и в 9 мая мы везли нашим фронтовикам что-то вкусное к столу. Хотелось порадовать их, безусловно. Поэтому бизнес наш неравнодушен. Их, конечно, немного перечислять не буду, знаю формат телевизионных вещей. Поэтому, ну, в любом случае, хотела бы поблагодарить наш бизнес, который откликнулся на наш призыв. И каждый в силу своих возможностей помог организовать этот замечательный праздник. Еще хотелось бы сказать большое спасибо детям, которые ученики школ, которые участвовали в конкурсе «Подарок для ветерана». Как раз-таки тоже 9 мая все ветераны, труженики тыла получили детские подарки с этого конкурса. Поделки делали? Это были поделки, рисунки, это были картины. Ну, настолько это все было сделано с душой и красиво. Поэтому здесь тоже отдельное спасибо детям, которые приняли участие в этом конкурсе. И были очень такие душевные подарки в виде теплых вязаных носочков, вязаных футляров под очки. Ну, то есть вот прямо детскими руками такие милые вещи. Ну, и Надежда Викторовна расскажет о замечательной акции, которую все вместе ангарчане сделали. Тоже порадовали теплыми подарками наших ветеранов 9 мая. Акции, да, это у нас проходит каждый год. Вот, вместе вяжем теплый плед. Здесь у нас было порядка 23 участников. Это те, кто связали вот именно пледы. Плюс отдельно квадратики, кто приносил. Там мы уже сбились со счету. Просто даже не успели к 9 мая, если честно, посчитать рукодельниц. 11 пледов мы подарили именно 9 мая. И вот с сегодняшнего дня будем довозить. Потому что те люди, 59 мероприятий, как мы уже сказали, были. Не у всех во дворах было по состоянию здоровья. Вот к тем мы людям поедем отдельно, с пледами, с подарками. И поздравим их тоже до конца этой недели. Ну, я знаю, что администрация Ангарского городского округа оказывает поддержку каждый год. Каждый год 9 мая у нас не обойден стороной. У нас появился Дворец ветеранов, Победа и много других мероприятий. Это так? Ну да, мы с коллегами начали готовиться практически за два года к победной юбилейной дате. Но, к сожалению, за историю с пандемией связанной, с эпид-ситуацией. Я думаю, что это все будет реализовано, безусловно. Но чуть позже. Что касается системной поддержки, конечно, задача стоит и перед центром поддержки, и перед администрацией, и перед доделом по связи с общественностью. Мы ведем работу с Советом ветеранов основным, с двумя нашими центральным и юго-западным отделениями. В этом году также по инициативе мэра была увеличена субсидия, она стала целевой. Если ранее наш Совет ветеранов получал субсидию, как и все некоммерческие организации, то с этого года это отдельное финансирование, целевое. Они также проходят конкурсный отбор, но, тем не менее, они не конкурируют сейчас с другими организациями. В этом году сумма субсидий увеличена. Это отдельная субсидия. Это тоже существенная помощь, которая распределяется уже внутри Совета ветеранов по их усмотрению. Программа в центре внимания у нас информационно-аналитическая, серьезная. Но встреча у нас получилась, согласитесь, душевная, теплая, потому что повод был такой. 9 мая, день Великой Победы. Большое спасибо за встречу. Я думаю, что увидимся еще не один раз. Благодарим вас, коллеги, на накачание. Мне бы хотелось юбилейный год. Здесь можно поздравлять в течение всего года. Я поздравляю вас с Днем Великой Победы, с Годом Великой Победы. Наша задача – беречь память о наших ветеранах, создавать все условия для того, чтобы живущим фронтовикам и живущим ветеранам было комфортно в нашем городе. Поэтому побольше нам душевности, больше заботы об этих людях. Впереди у нас много с вами важных событий, связанных с этой юбилейной датой. И в целом, потому что каждый год Победы – это уже особенный праздник. Поэтому всех с праздником, ветераны близко, поэтому больше, наверное, вот этой чуткости к этим людям. Спасибо. К юбилею Победы подарок получили не только ветераны, но и весь наш город. На набережной открылся фонтан. Идею установки водной конструкции предложил мэр округа Сергей Петров. А разработкой проекта, его реализацией занимался Ангарский водоканал. Так, за стеклянным ограждением появилась труба. В ней 336 отверстий латунных форсунок, из которых и поступает вода. Из подручных материалов, кстати. К моему, неплохо получилось. Но, по крайней мере, получается. 50 метров от этой трубы, 159-й, будет связано с достоинственным оборудованием, которое уже монтируется внизу. Речная вода будет из этих фонтан поступать под давлением оружия. Для набережной это еще один маленький элемент привлекательности. Тем более, в летнее время, когда вот этой свежести и прохлады даже в нашей Сибири не хватает, этот фонтан будет немножко замещать. Еще одна возможность для развлечения детей, для удовольствия от прогулок. Эта зона должна развиваться. То, что было сделано на ней в прошлом году, это лишь фундамент. На сегодня, я думаю, если у кого-то еще существует идея, делитесь, пожалуйста, будем реализовывать. Насосное оборудование диаметром 2 метра установили на самом берегу Китоя. Закрепили опалубкой и бетоном на случай подъема уровня реки. Водная конструкция на набережной и горящее воплощение подвига возле входа в парк строителей. В День Победы в этом знаковом для каждого ангарчанина месте зажегся огонь памяти. Уже сейчас многие именуют новую композицию вечным огнем. Однако у мемориала другой статус. В чем разница и как проходила торжественная церемония, расскажем прямо сейчас. Четыре бронзовые скульптуры символизируют не только послевоенный мир, в котором был возведен Ангарск. Они напоминают о тех, кто не щадил жизни в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Эстафета памяти в нашем городе не прерывается. Мемориальный комплекс дополнен новым сооружением. Гранитная звезда сегодня озарится всполохами пламени. Это огонь, который побеждает смерть. И в это верили наши отцы и деды. И в это верим мы с вами. С праздником вас, дорогие друзья. С днем Великой Победы! Композиция выполнена из гранита, в едином стиле с памятником. И возведена в кратчайшие сроки. Во многом благодаря слаженной работе команды мэра, отмечает спикер ЗАГСобрания Александр Ведерников. Огонь памяти не мог не появиться в городе, рожденном самой победой. Ведь Ангарск – это больше, чем просто определенная территория. У нашего города есть свой, особенный характер и стиль, переданные нам предками-победителями. Не знаю более сплоченного народа, способного решать любые задачи, чем наш, российский народ. А ангарчане, пусть меня простят, жители других городов, в нас сидит дух тех людей, которые за моей спиной в бронзе, которые 75 лет решили небывалую по сложности задачу. Спасибо ему, низкий поклон, дорогие мои земляки. С великим праздником, с победой! Огонь зажженный будет гореть до 10 часов вечера 9 мая. И это основное отличие от вечного огня. Мемориал «Огонь памяти» горит не постоянно, а периодически – 7 дней в году по памятным датам. Порядок определен Министерством обороны России. С 10 утра и до 10 часов вечера. И только 22 июня пламя взметнется в 4 часа утра. 2020 год объявлен годом памяти и славы. Это год тех, кто бился в окружении до последнего патрона, кто отстоял Москву и не пустил фашистов в Ленинград. Давайте еще раз вспомним тех, кто остался лежать под Оржевом. Преклонимся перед героизмом, сражавшихся под Прохоровкой и форсировавших Днепр. Спасибо вам, наши ветераны, за то, что били захватчика на земле и в небе, проходили победным маршем по улицам освобожденных городов. Спасибо за жизнь и возможность смело и уверенно смотреть будущее. Низкий вам поклон. Вечный огонь, верный страж тишины. Вечный огонь, спи спокойно, солдат. 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 Нет ни для смерти жизнь дана, нет ни для смерти жизнь дана, а для победы. Субтитры подогнал «Симон»